С Днём Победы! С Союзом бились против большой группы. Это была не одна Германия, это были все страны, те, которые опять сейчас с нами бьются. Этой битвой вообще быть не должно было по логике. Зачем вот нам биться? Нет, из поколения в поколение, период за периодом к нам приходят повоевать, с нами побиться. И сейчас они опять пришли. В прошлый раз специально был скультивирован этот Гитлер, выдан Германии с одной проверенной целью, чтобы Германия на нас пошла. В принципе, с Германией нам биться по всем признакам нелогично. Половина Германии заселена генетически нашим народом, те же гоплогруппы близкой к нам нации. Но мы бились. Гитлера культивировали специально. То, кто его скультивировал и навязал Германии, не наказан. Тот, кто организовал Вторую мировую войну, он никак не наказан. Тот, кто организовал Первую мировую войну, он никак не наказан. Тот, кто организовывает сейчас войну, он никак не наказан. Это все вполне понятная вещь. Гитлера взрастили британцы. Мы об этом читаем разве в учебниках? Мы не читаем об этом в учебниках, наши люди об этом не знают. Что никакой бы Гитлер на нас не пошел, если бы британцы взяли его вот так вот, не выпистовали, не финансировали его окружение, не создавали эту вот волну. Тот субъект, который нам устроил этот геноцид, погибли миллионы наших людей. Тот, кто устроил немцам геноцид, погибли миллионы немцев. Он столкнули лбами, чтобы мы сами себя убивали. Плюс другие народы пострадавшие вокруг этого всего. Никто британцам спасибо не сказал. Эта тема в информационном пространстве отсутствует. Но надо об этом помнить. Если вы не отвечаете на удары, то вас будут бить продолжать дальше. Сейчас у них цель расчленить нашу страну на кусочки и постепенно, чтобы мы, как индейцы в Америке, все маленько погибали, освободили эту планету для гнилого миллиарда. Но это процесс, это следующая война. Но главное помнить то, что происходит. Помнить про наши победы, помнить про 9 мая, держаться вместе. Наше единение – это единственная возможность, которая дает шанс нашим народам удерживать эту землю. Потому что без нашей земли мы долго не проживем. Наша земля, наша победа, наша 9 мая – это наша совместная победа. Надо об этом помнить. Продолжать отстаивать наши интересы. Народ, который забыл свою историю, он действительно будет повторять ошибки своих предков. Если вы не понимаете, что происходит. Вот британцы на вас один раз наслали Орду, второй раз наслали Орду, третий раз наслали Орду. Вы воюете с этими, зачем-то пришедшими вас убивать людьми, потому что вы не знаете историю. Надо восстанавливаться информационно. Надо особое должно быть пристрастное отношение к чистоте науки, к чистоте научного материала, к чистоте исторического материала. Все информационные течения, которые навязывают нашему народу, должны просто отсекаться. Мы должны поддерживать и соблюдать наши традиции. А все новое мы должны просто отвергать, иначе мы не сохраним этот стержень. Примеры, они действительно разрушающие. Когда начинают с этой иностранной подачи внушать казакам, что они какой-то отдельный народ. Это шаги на разрыв нашего государства, на отрывание казачества от государства. Когда казаки думают, что они действительно какой-то отдельный народ, у них нет нужды держаться вместе с нашими остальными народами. Поэтому информационная безопасность – это главное. Надо этого держаться. Спасибо нашим дедам, кто дал нам эту возможность, что выставил в борьбе с таким многочисленным и изощренным врагом. С праздником, друзья! С днем Победы! Всем нашим дедам посвящается! Мой дед воевал! Мой дед воевал! В огонь бежал! Ура! Кричал! За нас с тобой! Он погибал! Врагу наш дом! Дед не отдал! Сейчас! Навеки замолчал! Мой дед воевал! Мой дед воевал! А мы с тобой и всей страной бредем неведомой толпой. То по прямой, то по кривой. И с ними было бы больной. И не для всех мой дед герой. Клеснули в уши детям гной. Мой дед воевал! Мой дед воевал! В огонь бежал! Ура! Кричал! За нас с тобой! Он погибал! Врагу наш дом! Дед не отдал! Сейчас! Навеки! Замолчал! Мой дед воевал! Мой дед воевал! Ты живешь! Ты живешь! По земле отбитой у врага идешь! Не создаешь! Не бережешь! Только берешь! Только берешь! Поманяя тебя! Ты сразу идешь! По площадям! Делитая ложь! Но деда! Но деда не трожь! Но деда не трожь! Мой дед воевал! Мой дед воевал! В огонь бежал! Ура! Кричал! За нас с тобой! Он погибал! Врагу наш дом! Дед не отдал! Сейчас! Навеки! Замолчал! Мой дед воевал! Мой дед воевал! Выдержки из наградных листов! Показал себя мужественным воином! Под огнем противника он своевременно выполнял приказания командования батальона и доставлял донесения в штаб полка! В результате бесстрашных действий были большие успехи! 23 июня 1944 года, несмотря на артиллерийский минометный огонь противника, выполнил приказания с честью срок, всегда понимая, что от быстроты выполнения приказа зависит успех боя. Участвовал также в турне двух домов, занятых немцами. В этом бою уничтожил огнем из винтовки четыре немецких солдата. Мой дед воевал! Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но! Но! Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Катючек, телеканал «Научный трибунал». ПОлектание «Научный трибунал» «Научный трибунал» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон